Сегодня дождик за окошком. Не сравнить, какой солнечный день был вчера. Сегодня вот такая погода. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Погоду за окошком вы уже увидели. Такая вот пасмурная, унылая, а градус настроения у меня очень высокий. Что же это будет? Что же это за зверь такой? Посмотрите, какая красота у меня на столе. Давайте я вам дам несколько секунд. Подумайте, что же это может быть. А я хочу объявить начало нового прекрасного проекта. В сегодняшнем ролике я вам просто покажу это как анонс. То, что у меня уже вырисовывается и то, что я буду вязать. Расскажу о каком кладе я нашла на ютубе, какой нашла клад. Ну и покажу вам одну фишечку вязания. Заинтриговала? Тогда досмотрите этот ролик до конца. И вы все-все поймете, все узнаете. Итак, это будет платье. Платье. Как я давно мечтала о тебе. Круглая кокетка, которую я никогда не вязала спицами, крючком. Еще были попытки о дно платье. У меня есть. Но вот на канале у Леночки Орловой я увидела ее круглую кокетку и решила, что пора попробовать. Ну и все так. Все пазлы сложились. Решила связать платье. Причем это будет платье. И еще это будет удачнейшая пристройка остатков пряжи. Да-да, остатки пряжи тоже будут пристроены. Причем это платье будет в смешанной технике. Как вы видите, рукавчик к этому платью я уже связала. Один рукав готов. И он связан ажурными мотивами, крючком. И платье будет связано спицами с круглой кокеткой. Давайте поговорим о пряже. О ней я тоже хочу рассказать свои впечатления о пряже, из которой я еще не вязала. Но я все больше ловлю себя на мысли, что я влюбляюсь в фирму Ярнарт. Почему я раньше на нее не обращала внимания? Может быть, то, что это турецкая пряжа и всевозможные отзывы негативные о той же Ализе. Хотя и у Ализе много хорошей пряжи. Ну, как-то вот так вот, под этим впечатлением от негативных отзывов, может быть, я не права, я не рассматривала эту пряжу. А тут, волею судеб, сотрудничество с магазином Ярн 21, который мне очень нравится и я очень рекомендую. Качественная пряжа, прекраснейшее обслуживание. Вот идет посылочка еще с одной пряжей, которую я тоже не использовала. Жду с нетерпением. В общем, посылка уже идет из этого магазина. Я, конечно же, потом все покажу и расскажу. Там тоже пряжа, из которой я не вязала. И это опять Ярн Арт. Ну, а сейчас давайте, а то я перескочила с одной темы на другую. Просто эмоции захлестывают. Мне очень нравится то, что у меня уже вырисовывается, то, что у меня уже получается. И давайте о пряже, из которой будет вязаться это платье. Здесь будет несколько пряж. Одну из них я вам сейчас показываю. Это Ярн Арт джинс. В магазине Ярн 21 что-то, ну, очень дешево эта пряжа стоит. Я боюсь ошибиться. То ли 76, то ли... Ну, в общем, до 100 рублей. Не хочу обманывать сейчас. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Итак, Ярн Арт джинс. Это полухлопак. 55% катон, 45% полиакрил. Но эта пряжа немножко жестче, чем бэби-коттон. Но вязать из нее одно удовольствие. Вы посмотрите, как красиво она лежит в полотне. Эта пряжа немножко пружинит. В общем, девочки, это восторг. На самом деле это восторг. Я думаю, что после стирки она еще станет мягче. И это будет красота красивая. Итак, что здесь по метражу. Ниточка достаточно такая, но она средняя. Вот вы видите, пятый оттенок. Похож на цвет льна. Такой вот натуральный. Так, а где же... Где же у нас... Итак, 50 грамм, а 160 метров. Достаточно такая... Ну, это что получается? 160 на 2. 200... Господи. Сколько посчитайте? 220, да? Вот из меня еще математик, еще тот. Ну, вот 160 на 2. 320. 320 метров получается в 100 граммах. Значит, вяжу я спицами 3,5. В принципе, здесь и рекомендуют спицы 3,5 и 3,5 крючок. Но вы посмотрите на структуру пряжи. Я думаю, что многие из вас знают эту пряжу джинс. Я пробую ее впервые, и у меня полнейший восторг. Просто, просто восторг. Вторая пряжа у меня от BBB. Пряжа рекорд. Это 100% меринос. Вот почему я пристрою остаточки. У меня всего 100 грамм вот этой пряжи. Значит, итальянская пряжа от BBB. 100% меринос. Здесь 175 метров. Это, по-моему, я помню. 7800 колор. 175 метров. Да, в 50 граммах. А вот такие две пряжи участвуют. Это будет, ну, как бы, платье. А рукава к этому платью будут связаны еще из другой пряжи. Значит, вот этот молочный оттенок квадратика. Это пряжа, опять же, я на арт силки Ву. Мне эта пряжа, ну, очень нравится. Значит, здесь 25 грамм. Карлор 330. Тоже он очень похож вот с этой пряжей от BBB. Кстати, это остатки от моего джемпера Пламбир. Кто не видел еще, посмотрите. Есть видео. Ссылку постараюсь оставить. И вот эти квадратики я вязала из Ярнард Силки Ву. Здесь 190 метров в 25 граммах. Пряжа очень экономичная, очень легкая. Неоднозначное мнение у разных блогеров. Кто-то ее ругает, но я хвалю. Мне эта пряжа нравится. Но, опять же, сколько нас, столько и мнений. Итак, значит, один квадратики я вязала из вот этой Силки Ву. Вот он такой красивый, молочный. А второй это пряжа от Ализе Кедроял. Вот такой вот бежевый оттенок. У меня уже нет моточка. Мне Лешек благополучно все смотал в клубочки. Но не пойду я искать. Вы, я думаю, тоже знаете эту пряжу махеровую. Она недорогая. Там тоже 510 метров, по-моему, в 50 граммах. Экономичная. Но она колется. Колется только надевать на топ, либо на какую-то комбинацию, на водолазку. В общем, это один из недостатков этой пряжи. Наверное, он один. Потому что пряжа, в принципе, мне тоже нравится. И вы посмотрите, как хорошо подобрались оттенки. Вот этот, значит, пряжа джинс оттенок лен 0,5. Вот эти квадратики и рукав, ну, очень гармонируют. Я уже, например, представляю, как будет выглядеть платьица с этими рукавами и вот в таком составе пряжи. В общем, красота красивая. Сейчас я покажу вам наброски нарисованного мною платья, как оно будет выглядеть. И посмотрите, что это за красота. Итак, вот я набросала, сделала набросок этого платья. Круглая ажурная кокетка. Сейчас мы перейдем и к этой теме. И расскажу, какой канал я нашла на ютубе. Я думаю, что вам понравится. Вот так вот будет выглядеть платье. Значит, круглая кокетка. Вот этот рукавчик ажурный, связанный крючком. Дальше оно будет приталенное. Ну, а силуэта. И внизу я еще пока не решила. Возможно, будет такая же вот кайма ажурная вот из этих мотивов. Возможно, нет. Возможно, будет вот такое, ну, что-то вот более плотное. Хотя мне очень нравится этот вариант. Хочу сделать ниже колена. Сейчас в моде вот эта вот длина. Либо мини, либо макси. Среднюю длину я как-то все меньше и меньше вижу в показах мод. У меня есть каналы, на которые я подписана. И там я смотрю разные, так скажем, подиумные показы. И я все больше вижу, что длина либо макси, либо мини. Миди все как-то меньше. Кстати, вы мне там пишите по поводу моего жилета Этнос, что он слишком длинный. Девочки мои хорошие, я живу для себя, вязала. Вы себе свяжете такой, какой вам нравится. А вот мне моя длина просто в самый раз. Там много нюансов по этому жилету. Почему он такой длинный, я сейчас это объяснять не буду. Я, конечно, благодарна за ваше мнение. Но носить жилет все-таки придется мне. А свой жилет вы свяжете себе самостоятельно. Итак, вот такое платьице. Ну, красота красивая. Напишите, как вам? Нравится этот проект? Я думаю, что он вам понравится. Я думаю, что уже вы задумались о том, из какой пряжи и как это красиво связать. Хотя бы взять идею. В общем, вот такой проект. Ну, а теперь давайте я вам расскажу о кладе, который я нашла на ютубе. И откуда взялась вот эта вот вязаная пакетка. И какие узоры там я буду применять. Итак, друзья, поскольку я начинающая вязальщица спицами, я, конечно же, на ютубе просматривала все, ну, не все, но набрала круглая кокетка. И мне стали выплывать там всякие видео. Я остановилась на вот этой прекрасной женщине, которую зовут Светлана. Канал называется Посидим-повяжем. Это настолько приятная женщина, настолько жизнерадостная. Она живет в Испании. Она резонирует по духу со мной. То есть там видео начинается с прекрасных, ну, как бы видов Испании, природы. И потом плавно переходит на тему вязания. В общем, меня такой формат, такой контент вполне устраивает. И я, конечно же, подписалась на Светочку. Светочка, огромнейшее благодарю вам за ваш канал, за ваши видео, за ваши мастер-классы. И вообще за то, что вы есть. Меня вот, знаете, что как-то стало задумываться, что иногда меня отталкивает от блогеров, каналов. Наверное, голос. Если мне не нравится тембр голоса, вы меня уж простите. Но это вот на подсознании, видимо. Я не могу долго смотреть видеоролики. Но здесь же приятный голос. Здесь такое все размеренное. Человек никуда не спешит. Человек наслаждается жизнью. И вот это мне очень импонирует. Ну и, конечно же, здесь я нашла вот круглую кокетку. Причем я нашла сначала видео. Сейчас постараюсь поискать, где. В общем, здесь все. Девочки, зайдите, подпишитесь. Ссылку я, конечно, оставлю. Вот, пожалуйста, вот наводим. И сразу видим цветочку с ее прекрасным голосом. А вот попетельные мастер-классы. Вот эта кокетка гортензия. Я взяла отсюда узор. Но я буду добавлять еще один узор, который я тоже нашла у Светы на канале. Вот эта кокетка. Вот этот узор. Я сделала скриншот с ее видео. Очень удобно. У меня есть такая функция. Есть кнопочка фотоаппарата. И я могу снять снимок экрана. И я вот так вот сохраняю. И вот мне мастер-класс. Здесь вот узор очень-очень простой. И вот этот небольшой ажур. Вот у меня будет участвовать вот этот ажур. А дальше пойдет другой ажур. Вот из кокетки гортензия, который называется. Сейчас я вам его покажу. Вот второй скрин, который я сняла. И здесь вот, видите, здесь немножко другой ажур. Здесь два накида, три вместе, три лицевые. Вот у меня будет чередоваться тот первый ажур. Потом будет идти резиночка один на один. А потом вот этот ажур и опять полоска предыдущего ажура. То есть вот такое сочетание я вижу в этом своем платье, в этой кокетке. Ну, а на канале у Светы все подробно. Вот она эта кокетка. Сейчас вот. Вот видите, какая красивая. Вот второй ажур будет у меня по центру. И будет обрамляться более тонким. То есть, я думаю, вы меня понимаете. Вот как раз я сейчас перехожу вязать вот к этому второму ажуру из гортензии. То есть, здесь вот такие, такой вот маленький ажурчик. Потом будет пошире и будет опять еще одна полосочка вот этой мережки. В общем, друзья, заходите, присмотритесь. Может быть, вам тоже понравится. Так что мастер-классы уже есть. Я лишь расскажу вам в следующем видео, как я делала вот такой красивый край. Здесь идет полая резиночка, где-то 4 рядочка. Потом пошла отдельная резиночка, перешла в один на один. Но здесь интересный край. Я вам это все покажу в следующем видео. Это просто вот такой вступительный, то есть, начало работы. Я поделилась с вами прекрасным каналом. Посидим, повяжем. Подписывайтесь. Я думаю, что вам там понравится. Ну и будем дальше вязать платье. В следующем ролике я вам покажу начало вот этого наборного края. А сейчас я же обещала вам одну фишечку. Сейчас я покажу, как красиво сменить нить в вязаном полотне спицами без отрыва. Итак, друзья, смотрите. Здесь идет смена нити, то есть, меняется один цвет над другой. Маркером у меня помечено начало ряда. И вот я вам сейчас покажу, во-первых, изнаночную сторону. Вот вы видите, как бы, вот я присоединила белую пряжу. Потом провязала несколько рядочков белой пряжи. Дальше пошла у меня бежевая пряжа. Но вы нигде не видите здесь вот таких вот протяжек по полотну. Я часто вижу в роликах вот эти протяжки. И задумывалась, как же их убрать, чтобы это было эстетично даже с изнаночной стороны. Потому что я считаю, что изнанка должна быть практически приближенной к лицу. Итак, как же избежать вот этих протяжек некрасивых по изнаночной стороне, если вы вяжете нитью разных оттенков. Итак, я сейчас довяжу буквально, так, что здесь у меня, лицевые, три петельки до того момента, где нужно сделать одну очень нехитрую манипуляцию. Все, вот начало ряда. И здесь у меня вот эта вот ниточка, которая мне пока не нужна, бежевого оттенка. Но я не хочу ее отрывать и не хочу протяжку. Следующий ряд у меня будет вязаться вот этой вот молочной ниточкой. Значит, смотрите, что я делаю. Я вот эту бежевую ниточку, которая пока мне не нужна, перебрасываю вот так. И вот туда, в сторону ее, как бы, ну не как бы, а даже обвиваю вот эту вот пряжу. Вот, вот что у нас получается. Видите, ниточка у нас, которая нам не нужна, получилась как бы сверху над нашей рабочей нитью, которую мы сейчас дальше будем вязать. Вот она. Все, дальше продолжаем вязать наш узор уже опять этой пряжей, того оттенка, который мы вязали. Вот и все. Итак, каждый раз, когда вы подходите вот сюда, к началу ряда, вы каждый раз, вам маркер будет напоминать, что вам нужно перебросить вот эту ниточку, как бы, обвить в вашу рабочую нить. Потом я, когда я перейду на бежевую пряжу, я буду то же самое делать уже с нитью молочного цвета. То есть я перейду на резиночку один на один, и уже буду обвивать в каждом ряду, вот в этом месте в начале ряда, буду обвивать уже бежевой нитью, буду обвивать молочную нить. Вот и все. И получается очень-очень красиво. Здесь нет никаких протяжек. Вот, если присмотреться, вот они наши, вот эти обвития. Вот здесь вот идут, но их практически не видно. Так что, вот такие новости у меня для вас. Вот такая красивейшая кокетка. О ней я расскажу, сколько петель я прибавляла, я все-все позаписывала. Вот они все мои расчеты. И я об этом расскажу вам в следующем видео. И покажу, как вяжется вот этот красивый наборный край. А также шишки, которые я понабивала себе. Но об этом буду рассказывать в следующем видео. На сегодня, я думаю, хватит. У вас много появилось, я думаю, идей. Так что, я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!